привет привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала эти навигатор с вами данном ролике я хочу поговорить о проблемах ubuntu 1710 и об очередном скандале который связан с данным дистрибутивом скажем так несколько недель назад стали поступать различные вести с различных форумах форумов источников и так далее что ubuntu 1710 повреждает bios на некоторых ноутбуках но я вначале подумал какой-то фейки либо какая-то одна знаете там одноразовая акция но список моделей постепенно начал пополняться даже не список моделей ты там не какой-то один бренд несколько брендов в общем данной проблеме подвержены ноутбуки компании леново айсер и тошиба компания каноникал отозвала вышедший в октябре дистрибутив ubuntu 1710 и спрятала ссылку для скачивания причиной стал критический баг с повреждением bios некоторых моделей ноутбуков леново одной модели асер ну скажем так полный список пострадавших моделей я в данный момент уточняется еще ну и как я уже сказал он пополняется все новыми и новыми моделями повреждение bios проявляется в том что новые настройки больше невозможно сохранить а после перезагрузки ноутбука стартует сам ноутбука со со старыми настройками что еще хуже ломается загрузка с юсб с флешки и поскольку юсби скажем так не распознается вы не можете загрузиться там из какого-то съемного носителя до в большинстве новых ноутбуков приводы отсутствуют и вы получаете практически кирпич флешки вы не загружаетесь привода нету что делать в общем судя по описанию бага он как будто происходит после активации драйверов intel spi в ядре судя по всему эти драйвера еще не доработан до конца и не готовы для использования на пользовательских системах в качестве обхода можно попробовать деактивировать драйвера intel spi вам пис в описании бага отмечено что последствия таких действует здесь действий будет минимальным но вероятно что кто-то действительно делает что-нибудь такое для чего требуется этот драйвер ну список пострадавших моделей ноутбуков которые уже да точно заявлены это официально объявленный список это lenovo b4070 lenovo b5070 lenovo b5080 lenovo flex 3 lenovo flex 10 g 40 30 g 50 70 g 50 80 с 20 30 ю 31 70 и ю 31 70 и юг 50 70 и юрик 70 70 ленова йога тинк под 20 си 0 ленового йога 211 индекс модели 20332 Lenovo Z5070, Lenovo Z5170, Lenovo IdeaPad 100-15IBY, Acer Aspire E577-1G. Ну, скажем так, это наиболее частые случаи. Скажем так, печально то, что йоги даже присутствуют в этом списке. Это довольно-таки популярные модели. Ну, список пополняется и если вы, скажем так, также сталкивались с этой проблемой или что-то слышали, вы можете написать в комментариях. Как уже отмечалось, в общем, также упоминалась модель Toshiba L50B-23G. Но это неподтвержденная информация. Данную модель я смотрел на, скажем так, страницах различных форумов. Некоторые пользователи отмечали проблемы с этой моделью. На многочисленных форумах пользователи жалуются на эту проблему. Ну, в частности, как бы, да, сидером отсутствует. И что же делать. Вот. Скажем так, в предыдущих версиях Ubuntu баг не проявлялся. Это случилось то ли после какого-то обновления, то ли я не знаю. И знаете, что самое странное, что особо, ну, скажем так, большинство жалоб на форумах Lenovo, это как бы особо неприятно, потому что часто именно ноутбуки Lenovo ThinkPad часто рекомендуют для работы с Linux. А у компании Canonical на офсайте они включены в список официально поддерживаемого оборудования. В общем, как-то вообще странно это все. Теоретически BIOS можно перепрошить и вернуть в исходное состояние, например, с помощью программатора. Ну, вы сами понимаете, что программатор не у каждого есть. Эта задача как бы нетривиальная. Там очень много рисков и так далее. Также существует информация, от некоторых пользователей на форумах писали то, что программатор не всегда помогает. Цитата, да. Портится не BIOS в прямом смысле. Лочится на запись микросхемы SPI Flash. По всей видимости, это происходит при посредстве вышеупомянутого модуля ядра, поскольку только он один способен к таким действиям. Для того, в частности, и был он и написан. Именно от того, что SPI Flash аппарат назовочен на запись, никакое средство отката к стандартным настройкам BIOS не сработает. По тому, как настройки хранятся в SPI Flash. Программатор тоже не поможет. Поможет только физическая замена микросхем. В общем, такая печалька. Это пользователь с ником собачка Ромик. Но так он писал на одном из форумов. Ну, как бы ссылку, не знаю, может прикреплю, может нет. Не важно. В общем, есть такая информация. Canonical сейчас активно работает с Lenovo, чтобы найти истинную причину проблемы и выпустить патч. Готовятся новые образы Ubuntu 17.10 с обновленными ядрами, которые не будут ломать BIOS на новых установках. К сожалению, новые образы ничем не помогут тем, кто уже установил Ubuntu 17.10 и повредил прошивку BIOS. Крайний случай нести ноутбук в ремонт на замену мантеристской платы. Если же ноутбук все-таки загружается, то можно попробовать некий обходной маневр, который предлагают на форумах техподдержки Lenovo. У этого, скажем так, пользователя тоже сбилось сохранение новых настроек. BIOS, ну то, что пишут на форуме, и пропала возможность загрузиться с USB. Первым делом он проверил последовательность загрузки EFI. Это делается командой EFI bootmgr-v. В, да, вы смотрите порядок. Из, ну, как бы, да, будет у нас какой-то список, да, порядка. Из этого списка следует, что первым по-любому будет загружаться группы X64 EFI из директории, ну, на примере пользователя, да, Antigras Group, и только с указанного диска. Логично предположить, что мы можем управлять загрузкой, меняя содержимое папки Antigras Group. Он просто заменил содержимое этой папки на содержимое пакета менеджера загрузки REFind, скажем так, переименовав при этом REFind x64.efi в группу x64.efi. Тогда после загрузки ноутбука появляется стандартное загрузочное меню REFind. Как бы способ нетривиален, не факт, что поможет всем. Что из этого следует? Ребята, сидите на LTS-дистрибутивах. Это, как бы, часто такое говорю, LTS рекомендована для всех. Дистрибутивы с кратким сроком поддержки. Ну, это, да, для гиков, для людей, которым критично, да, новые, новый софт, последние версии и так далее. Это в основном для разработчиков, либо для каких-то узкоспециализированных разработчиков, ну, не знаю, еще там для кого-то, для различных исследователей. LTS наше все. Это первый пункт. Второй пункт, все-таки, если вы сейчас на 17.10, у вас все хорошо, пожалуйста, откатитесь на 16.04, это рекомендация Canonical. И все-таки 17.10 лучше пока что не использовать. К сожалению, вот такие реалии. Спасибо за внимание. С вами был IT-навигатор. Да пребудет с вами сила Linux, скажем так, поменьше вам багов. И всего самого хорошего. Спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока. Ну и, как всегда, ссылки на наш Twitter и Telegram в описании.